Друзья, благодаря нашим друзьям компании Main & Main, которые занимаются музыкальными чудесами, мы сейчас столкнемся с великим русским чудом, терминвоксом, благодаря презентации Петра Термена, непосредственно родственника великого Термена. Добрый вечер. Терминвокс — это инструмент, который мы сейчас видим сразу. Два экземпляра этого инструмента. Один стоит прямо передо мной, а другой на экране. Это единственный инструмент в мире, на котором вы играете просто движениями рук в воздухе, не прикасаясь к какому-либо физическому объекту. У терминвокса есть две антенны. Чем ближе ваша правая рука к правой антенне, тем звук выше. И тем дальше, тем звук ниже. А левая рука отвечает за громкость. Ближе тише, дальше громче. На экране мы видим Льва Сергеевича Термена. Это русский изобретатель, который изобрел терминвокс в 1919 году в Санкт-Петербурге. И в принципе принято считать, что вообще вся электронная музыка началась с терминвокса, а именно с момента изобретения терминвокса Львом Терменом. Потому что терминвокс не стал первым в мире электромузыкальным инструментом. Таким можно считать, например, был такой синтезатор американский под названием Талармониум. Он был изобретен в конце 19 века. Он занимал несколько этажей американского здания, весил, по-моему, около 200 тонн. И на нем играли два человека сразу, чтобы излечь из него звуки. Вот этот инструмент можно считать первым. А терминвокс стал первым реальным концертным электромузыкальным инструментом, который вообще доказал, что действительно можно сочетать очень удачно музыку и электричество. И более того, возможно таким образом создать абсолютно новую эстетику. Потому что термин создал фактически абсолютно новое эстетическое явление. Мы управляем движениями рук в воздухе вообще чем-либо. В частности, звуком. Как мы видим, первый терминвокс был довольно компактный. Тоже чуть-чуть побольше, чем тот, который стоит передо мной. Примерно вот такой, я думаю. И у него также было две антенны. На самом деле, внутренности терминвокса, принцип его работы удивительно прост. Что вызывало негодование многих радиоинженеров по всей Европе. А Лев Термен был одним из крупнейших специалистов в России в области радио. Он даже руководил царско-сельской радиостанцией. Это была крупнейшая радиостанция в принципе в советской России. И он однажды заметил, что когда он приближает руку к радиоантенне, я думаю, что многие могли заметить этот момент, что немножечко меняется высота тона. Чуть-чуть. Но настоящее изобретение терминвокса состоялось в стенах института под руководством Абрама Федоровича Иоффе, отца советской физики, который, в общем-то, поручил термену создать измерительный прибор. И вот термен решил создать очень элегантный измерительный прибор, где диэлектрическая плотность газов измеряется с помощью звука. Он по звуку стал измерять. И вот таким образом, в общем-то, появился первый терминвокс. Вот внутри каждого терминвокса обязательно есть два высокочастотных генератора. Один, который внизу, он постоянный. То есть он настроен на постоянную фиксированную частоту. А тот, который сверху, он непостоянный. Мы видим, что к нему присоединена антенна, да, правая антенна как раз. То есть мы приближаем руку, мы изменяем емкость электромагнитного поля окружающего инструмента. И, соответственно, мы меняем частоту высокочастотного генератора. Эти оба сигнала человеческому уху абсолютно недоступны, если бы не следующая замечательная деталь этой схемы. Далее два сигнала попадает в смеситель, где они смешиваются. И вот здесь происходит самое приятное. В общем-то, получается, что смеситель выделяет разницу между двумя сигналами. То есть если один высокочастотный генератор, предположим, нам дает 100 кГц, а второй 101, то на выходе мы получаем один. А далее это усиливается. Вот усилитель звуковых частот и подается в динамик. Но в данном случае это реализовано в виде комбо-усилителя, где усилитель и динамик непосредственно. Элегантность и простота этой схемы была настолько удивительна, что, в общем-то, я думаю, что на протяжении всего 20 века многие инженеры пытались переизобрести терминвокс. Создавалось огромное количество новых электромузыкальных инструментов на базе терминвокса. И, в общем-то, до сих пор есть огромное количество разработок, которые, в общем-то, базируются на емкостном принципе, который, в общем-то, открыл тоже Лев Тормен. Он создал еще немножечко не совсем музыкальное изобретение, но, тем не менее, очень знакомая каждому из нас — это сигнализация. То есть вот первая в мире емкостная сигнализация была создана тоже Лев Торменом. И надо сказать, что когда в 1922 году состоялась такая легендарная встреча хрестоматийная Ленина и Торменвокса, Торменвокса и Ленина, то Тормен предемонстрировал, как можно играть музыку движениями рук в воздухе, восхищенному Владимиру Ильичу, и предемонстрировал работу сигнализации. Сигнализацией тотчас же оборудовали крупнейшие музеи и, в общем-то, различные другие учреждения, банки до страны в том числе. И это был один из основных экспортных продуктов института. То есть сигнализациями Тормена были оснащены музеи, банки и так далее в Европе, в Америке. И, соответственно, Торменвокс Владимиру Ильичу тоже очень понравился. Настолько, что он решил попробовать самостоятельно на нем поиграть. Вот здесь наступил самый трогательный момент этой встречи, потому что, когда вы подходите к Торменвоксу, то получается… Вот я сейчас включил Торменвокс, я, в общем-то… Представим, что я не знаю, как на нем играть, и делаю что-то. Соответственно, раздаются такие подозрительные звуки довольно. И вот Лев Сергеевич, конечно, не хотел, чтобы у Ленина тоже получились эти подозрительные звуки, поэтому он взял его за обе руки и вводил его руками, а Ленин слушался. Вот, наверное, был уникальный случай, когда Ленина брали за руки, и он слушался. И вот, в принципе, он, надо сказать, играл не что-нибудь о «Жаворонко-глинке». Это произведение, как оказалось, Ленин любил. А еще оказалось, что его секретарша Фотиева, она еще хорошая пианистка, а не только секретарша Ленина, поэтому она компонировала на пианино, которое туда притащили в кабинет Ленина специально для этого перформанса. И вот Ленин все-таки решил доказать, что он настоящий вождь народов. И он высвободил свои руки и доиграл «Жаворонко» до конца. Чем, в общем-то, несказанно удивил и окружение, присутствовавшее при этом, и самого Льва Сергеевича. В общем-то, есть такая шутка, что Ленин стал таким образом первым электронным музыкантом. Вот, в некотором роде. Но так или иначе, действительно, тот факт, что Ленин смог доиграть узнаваемо «Жаворонко» до конца, сыграл очень хорошую службу и Торменвоксу, и Льву Тормену, и, наверное, это был, в принципе, беспрецедентный момент, когда глава государства поддерживает развитие какого-либо вообще электромузыкального инструмента. Лев Тормен в течение нескольких лет посещает города и села Советской России с концертами. Он пропагандирует электрификацию, электрификацию звука. Вообще, на презентации Торменвокса в Петербурге, Москве и других городах присутствовала фактически вся музыкальная, литературная, политическая и так далее элита того времени. Не только в России, но и, в общем-то, в Европе и в Америке. И так случилось, что Лев Тормен не только демонстрировал Торменвокс, он еще, например, мы видим замечательную афишу 20-х годов, выступление Льва Тормена в филармонии Санкт-Петербурга. И вот в филармонии он, надо сказать, предемонстрировал, это фактически афиша первого в истории человечества мультимедиа концерта. Не больше, не меньше. То есть здесь Тормен демонстрирует возможности сочетания музыки и цвета. То есть он играет на Торменвоксе, но он не только играет на нем, он еще использует его как контроллер. Для специального был такой инструмент Illumavox, который, в общем-то, освещал лицо исполнителя, и цвета менялись. Цвета менялись в зависимости от ноты, которую играет исполнитель. Такая цвета музыка. Опять же, на этом концерте было предемонстрировано сочетание музыки и жеста, это Торменвокс, музыки и осязания. То есть представьте, что вы сидите на стуле в филармонии, а потом оказывается, что стул не простой, а подготовленный такой. То есть стул начинает немножечко подрагивать, а плокотники оказываются вполне себе такими интерактивными и живыми. То есть там протянута специальная лента с различной текстурой. Мягкая, шихшавая, жесткая. И, соответственно, текстура меняется во время исполнения произведения. В то же время Лев Тормен стоит на сцене, меняет цвет луча, направленного на его лицо. В зале происходят какие-то чудовищные вещи, вроде того, что вы сидите, а вам кажется, что стены падают, медленно так опускаются. Специальные оптические эффекты, которые сейчас очень популярны во время каких-то шоу, но вот тогда это было впервые. И, кроме всего прочего, Лев Тормен на этом тоже не остановился. Его нельзя было остановить на этом. Он также экспериментировал с запахами. То есть в зале у Лебедя Синсанса один запах, у Скрябина, у этюда Скрябина другой. И так далее. То есть здесь это все было призвано максимально погрузить слушателя в мир академической музыки, чтобы все его чувства, они были максимально вовлечены. Также на этом концерте можно было услышать уже тогда звучание терминвокса и голоса. Дело в том, что, в принципе, когда появляется новый электромузыкальный или вообще новый музыкальный инструмент, существует желание его с чем-то сравнить. И вот терминвокс, он не зря терминвокс. Надо сказать, что скромный Лев Сергеевич назвал его этерафон. То есть вот так, на мой взгляд, менее красиво. Но вот корреспондент газеты «Известия» решил по-другому. Он решил, что этот инструмент действительно очень похож на человеческий голос. Поэтому стоит его назвать «голос термена». А поскольку термен – фамилия, в общем-то, французского происхождения, то он решил, что будет логично добавить к французской фамилии латинскую приставку «вокс» – «голос». И, соответственно, получился термен «вокс». Таким образом, Льву Сергеевичу это понравилось и, в общем-то, закрепилось такое название. Здесь мы сейчас видим на экране одну из статей, посвященных терминвоксу. Вот беседа со Львом Терменом. В частности, а вот справа наверху мы видим первого в истории профессионального терминвоксиста. Дело в том, что Льв Термен, он уникальным образом в себе сочетал физика и лирика, как в дальнейшем активно писала советская пресса. Поскольку он был изобретателем, инженером, физиком, учеником одного из виднейших физиков фактически XX века. И в то же время он был музыкантом. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу в Виланчиле. Это не было его профессиональным таким призванием. Это было скорее его хобби, если угодно. То есть, как в наше время человек может окончить музыкальную школу. Да, его вот отправили в консерваторию, он научился, но не выступал. Но я думаю, что именно это позволило ему научиться играть на терминвоксе свой виланчельный репертуар в довольно короткие сроки. Он сумел продемонстрировать, как же он работает, этот инструмент. В 1927 году терминвокс был впервые представлен за рубежом. Здесь мы видим уже выступление льва термина в Англии в королевском Альберт Холле. А впервые терминвокс был продемонстрирован в Германии на международной музыкальной выставке. Вообще, среди первых рецензентов терминвокса был, например, Альберт Эйнштейн. Он в дальнейшем некоторое время жил у термина в студии в Америке. И, соответственно, Эйнштейн сказал такую емкую фразу. Здесь, на мой взгляд, ни с одним словом нельзя поспорить. Вот он сказал, что свободно вышедший из пространства звук представляет собой абсолютно новое явление. И вот на этом сказал, как отрезал. И, в общем-то, я думаю, что все газеты того времени, естественно, процитировали Эйнштейна. В то же время в России появилось несколько очень интересных и очень разных отзывов. Например, был такой советский авангардист, композитор, музыкальный эксцентрик Арсений Авраамов, который известен как создатель первой такой индастриал, я бы сказал, нойз симфония. Это симфония гудков, где весь город превращается в такой своеобразный специфический музыкальный инструмент. То есть там особая пахтитура для, предположим, пушек, для автострады, для рабочих, которые идут по площади и поют революционные песни и так далее. А он также был известен, вот сейчас очень модно подавать петиции, а тогда тоже это было модно. И вот он подал петиции Уначарскому. Уначарскому он написал следующее, что товарищ Уначарский, «Давайте мы сожжем все рояли». Потому что рояли, они тлетворные. Они, в общем-то, вредят юным коммунистам воспринимать музыку в полной ее красе. Потому что, почему? У него все было очень обосновано. То есть он считал, что темперация, вот которой мы сейчас пользуемся, да, в европейской музыке, 12-ступенная, она, в общем-то, пагубна. То есть это плохо, он считал. Он считал, что человеческое ухо способно воспринимать все частоты. И, соответственно, все частоты могут быть задействованы в музыке. Насколько я помню, я могу чуть-чуть ошибаться, но, насколько я помню, он создал собственную систему звукоряда, где было 128 долей, если не ошибаюсь, вот в октаве. То есть она позволяла уже очень большие, тонкие звучания внести в музыкальный текст. И, соответственно, терминвокс он воспринял именно так, как инструмент, который освобождает исполнителя, в общем-то, от ограничений каких-либо. Потому что здесь мы можем действительно играть в темперированном звукоряде, а можем играть совсем мелкие, какие-то микротоновые вещи на терминвоксе. Он писал, что терминвокс — это первая солидная мина под европейский музыкальный мир. И, на мой взгляд, ему принадлежит самое такое странное обозначение терминвокса. То есть он сказал, что это музыкальный трактор, идущий на смену с Сахе. Мне кажется, назвать эфирный музыкальный инструмент музыкальным трактором — это сильно. И, пожалуй, более сильного определения терминвокса, такого экстравагантного, я, наверное, не встречал. И это заявление очень остро диссонирует с тем, что подумал о терминвоксе Рерих. Рерих сказал, что это музыка сфер. То есть у Рериха есть огромное количество концепций по поводу музыки сфер. И вот, в принципе, терминвокс для него стал чем-то, что связывает нас с каким-то духовным космосом, если угодно. То есть для него это был довольно-таки эзотерический инструмент. Я очень люблю цитировать вместе с Рерихом высказывания другого замечательного товарища, горячо любимого, ноября Осипа Эмилича Модельштама, замечательного русского поэта, который написал, что растение — это звук, вырванный палочкой терминвокса, из переполненного воркованием эфира. Такая витиеватая фраза. То есть для него растение — это может быть даже что-то менее естественное для человеческого естества, чем терминвокс, по большому счету. То есть и растение — это звук, вырванный палочкой терминвокса, из космоса, из эфира. Если угодно. То есть с этой точки зрения, объединив Рериха и Модельштама, мы можем сказать, что терминвокс можно назвать самым древним инструментом на Земле, поскольку это волновые процессы, которые термин оформил в такой элегантный ящичек. Мы сейчас видим на экране обложку одного американского журнала. Они еще тогда не знали точно, как же выглядит терминвокс. Было выступление также в парижской Гранд-Опера, которая сопровождалась скандалом, потому что вообще это очень консервативное учреждение. Наша Московская консерватория, она просто, и в принципе наш большой театр, он считался таким юношеским, ребячьим учреждением по сравнению с Гранд-Опера, вот по уровню. А вот и туда приглашает Льва Тармена, советского физика, играть классическую музыку в воздухе. И более того, ажиотаж таков, что применяются силы полиции, чтобы как-то уменьшить поток желающих. И, в общем-то, Стравинский в то время пишет своим респондентам, что только и говорят, что о Тармении в Париже. Я думаю, что мы сейчас увидим небольшой фрагмент без звука. Это первая запись, сохранившаяся, дошедшая до нашего времени, выступление Льва Тармена. Вот такая небольшая запись. Синхронно звук тогда еще не научились записывать. И, в общем-то, после выступления в Англии Лев Тармен приехал в Америку, где на презентации Тарменвокса присутствовал, например, Сергей Рахманинов, присутствовал Фридс Крейслер с женой, фактически будущие президенты, вся политическая, финансовая, музыкальная элита Америки присутствовала. Знаменитый дирижер Тосканини, он даже решил, что было бы неплохо научиться играть на Тарменвоксе. И по некоторым данным он даже попробовал учиться играть на Тарменвоксе. Но американцы, они решили, что, в принципе, было бы отлично Тарменвокс коммерциализировать, потому что такая вещь и не продается в наших магазинах, подумали они. Но вот перед тем, как мы перейдем к этим трогательным взаимоотношениям Америки и Тарменвокса, мы сейчас увидим, что же делали в России без Льва Тармена. А делали самодельные Тарменвокса. Лев Тармен уехал в зарубежное турне, в котором он пользуется безусловным успехом, но не оставил нам рабочих экземпляров схем Тарменвокса. Грустил инженер Бронштейн. Но поэтому я решил создать свою модель Тарменвокса, чтобы каждый советский гражданин мог собрать Тарменвокс дома. И вот в 1928 году вышел такой журнал «Радио всем». Самодельный Тарменвокс, Тарменвокс, надо сказать, с одной антенной. То есть первые модели Тарменвокса, они были без левой антенны, только с правой. Громкость регулировалась с помощью небольшой ножной педали. Сегодня мы это называем педалью экспрессии, но вот тогда этого понятия не существовало, а педаль уже была. И вот с этой педалью экспрессии инженер Бронштейн играл на Тарменвоксе. Также он опубликовал схему, и многие собирали Тарменвоксы по советской России. И есть такие данные, что в городе Кехч местный виртуоз игры на балалайке, он, в общем-то, собрал Тарменвокс и стал играть на нем очень активно, в общем-то, даже усовершенствовал его. Здесь, на мой взгляд, есть такая, в его письме есть замечательные слова, которые характеризуют такую находчивость советских радиолюбителей. Он сказал, что Тарменвокс – это не очень дешевый инструмент по элементам, но чтобы, в общем-то, найти ему еще применение, когда вы на нем не играете, вы можете из него вытащить пару ламп и использовать его как усилитель. Вот мне кажется, это верх практичности использовать Тарменвоксы еще как усилитель. Так или иначе, это был тоже Тарменвокс одной антенной, просто потому что первый в мире профессиональный исполнитель на Тарменвоксе Константин Ковальский, он тоже играл на Тарменвоксе с одной антенной. Вот мы его видим на экране. Он был виолончелистом. Именно голос Тарменвокса Ковальского звучит в большинстве советских кинофильмов. Его очень часто можно услышать в советском кино. Каждый его слышал, но просто не догадывался о том, что же там звучит. Например, фильм «Большое космическое путешествие», спецэффекты. В Иван Васильевич меняет профессию, когда машина времени. Начинает совершать свои телодвижения. Мы можем услышать его в фильме с музыкой Дмитрия Шестаковича. В общем-то, Шестакович впервые Тарменвокс использовал в советском кино. В 1931 году это фильм «Одна». И 1934-й – это фильм «Подруги». Ковальский активно играл классическую музыку на Тарменвоксе. Мы только что видели афишу 50-х годов в Большой зал консерватории. А здесь мы видим замечательное трио. Тарменвокс, певица и виолончель. То есть вот эти два музыкальных инструмента, которые чаще всего сравниваются с Тарменвоксом, голос и виолончель, они здесь вместе. Это очень интересно, потому что здесь мы можем услышать и различия, и, безусловно, некоторое родство. Что интересно, Константин Ковальский не только стал активным пропагандистом электрификацией музыки, не только виртуозным исполнителем, который гастролировал вплоть до 60-х по территории Советского Союза, не только использовал Тарменвокс в кино, но и впервые ввел Тарменвокс в советскую поп-музыку. Дело в том, что был такой довольно необычный ансамбль электромузыкальных инструментов под руководством Вячеслава Мещерина. Вот, наверное, каждый слышал воздушную кукурузу, попкорн. В их версии эту мелодию, по-моему, даже выкупил Уолт Дисней. Это, на мой взгляд, уникальная история, потому что ремейк «Западная мелодия» выкупает Уолт Дисней у советского ансамбля электромузыкальных инструментов. Это, мне кажется, очень такая красивая история. Но вот Ковальский активно работал с ансамблем Мещерина и, в общем-то, озвучивал многие кинофильмы. Мы сейчас увидим запись, сделанную в 60-е годы с этим ансамблем. Здесь я бы не сказал, что это поп-музыка. Я затрудняюсь определить жанровое направление. На мой взгляд, это какой-то лаунж. Это что-то такое непередаваемое. Дело в том, что, в принципе, в России очень активно развивались электромузыкальные инструменты. Во всем мире, в принципе. После Торминвокса. Торминвокс настолько всех вдохновил, что все стали создавать, создавать, создавать. Так появились уже в 20-е годы электрифицированные. Вот сейчас очень модно играть на контрабасе без акустического корпуса. Электрифицированный контрабас. Вот тогда уже были такие контрабасы. А здесь, в 60-е годы, мы увидим электроарфу, контрабас электрифицированный. Торминвокс. Торминвокс. Вот это голос Торбенбокса мы слышим. Кстати, уже со спецэффектами, то есть там искусственная реверберация уже встроена ковальским, там электрогитара на заднем полоне. Продолжение следует... И вот вдали исполнитель на электроконтрабасе различные клавишные советские электромузыкальные инструменты. И здесь замечательный инструмент, который мы сейчас слышим, да, он ссорирует эквадин инженера Володина, который появился в 30-е годы. Здесь сам изобретатель играет на этом инструменте, также вдохновленный Торбенбоксом. И, в общем-то, этот инструмент мы слышали все в фильме «Я иду, шагаю по Москве» в той самой песне. Просто он звучит там как электроорган. Вообще этот инструмент мог имитировать звуки, по-моему, более 200 инструментов. На мой взгляд, очень такая трогательная, психоделичная немножечко запись. Собственно, если учесть, что это Советский Союз, 60-е. Да. Но были и другие треки с Константином Ковальским. Например, Никита Хрущев очень любил слушать певицу «Иму сумок», у которой был абсолютно потрясающий голосовой диапазон. И вот Торбенбокс здесь не оплашал, и поэтому советские композиторы создали такую версию, фантазию на темы «Иму сумок», где Торбенбокс исполнял те партии, которые пела «Иму сумок» как раз. И, в принципе, во многих советских космических таких кинофильмах фантастических тоже можно услышать, конечно же, Торбенбокс. Кстати говоря, если у вас есть какие-то вопросы о Торбенбоксе, или «Альвет Армении», я с удовольствием на них отвечу прямо вот в процессе. Может быть, они сейчас есть? Обязательно. А еще? Почему я не удивился? Ну, в принципе, я могу сыграть сейчас, мне кажется. это будет хорошая идея. А тем временем вдруг еще вопросы? А можно вопрос, да? Конечно. Вы сказали, что Рейлиф так восхитился, и что про музыку сфер, вот эта мистическая тема, она получила какое-то развитие или нет? Вы знаете, различные исполнители на Торбенбоксе, они придерживаются различных таких мистических взглядов на Торбенбокс. Но есть исполнители, которые считают это очень эзотерическим инструментом, и они играют такую свободную импровизационную музыку в каком-то таком эзотерическом стиле. Это получило развитие в очень интересные вещи, которые я расскажу после того, как сыграю. Да, вы знаете, если говорить о развитии, то оно буквально в течение нескольких лет получилось во Франции. Был такой замечательный музыкальный инструмент, который был сделан на основе Торбенбокса. Это, в общем-то, и есть Торбенбокс, просто очень оригинально оформленный. Но я сейчас оставлю пока некоторую интригу. А прозвучит, я думаю, что прозвучит с аметаемом Джорджа Гешвина. Так случилось, что это произведение связано с Торбенбоксом некоторым образом. Дело в том, что учителем Гешвина по композиции был Иосиф Шиллингер, друг Льва Торбена, основатель, насколько я помню, одного из первых джазовых оркестров в России, что его, в общем-то, заставило покинуть страну. И, в принципе, надо сказать, что Шиллингер, он играл на Торбенбоксе, писал для него музыку и учил великих джазовых композиторов американских, в том числе Джорджа Гешвина. У него была особая система композиции, в которой музыка и математика, они очень плотно так сочетались, провокационно очень для того времени. И вот так случилось, что еще и секретарша Джорджа Гешвина, она также играла на Торбенбоксе. И сплошные Торбенбоксисты окружали Джорджа Гешвина. Неудивительно, что с аметаем очень активно исполняли в 20-м веке на Торбенбоксе. Ну, кстати говоря, принято считать, что с аметаем написано по системе композиции как раз Иосифа Шиллингера, который увлекался Торбенбоксом вплоть до конца своей жизни. Иосиф Шиллингера Иосиф Шиллингера Иосиф Шиллингера Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот я задумался, вдруг еще вопросы появились Ну ладно, тогда мы сейчас увидим, вот я доотвечу на вопрос про продолжение эзотерической темы Дело в том, что был такой замечательный русский композитор Николай Абухов, он по-моему двоюродный брат знаменитой певицы И, в общем-то, он эмигрировал во Францию, и ему очень нравился термин Вокс Но он, будучи очень таким интересным товарищем, он в принципе сам по себе не создавал электромузыкальных инструментов С одной стороны, своими руками, с другой стороны, он их очень активно создавал чужими руками То есть он был таким креативщиком Он создавал идею музыкального инструмента и заказывал французским инженерам И вот ему пришла в голову очень оригинальная идея Он был композитором с очень ярко выраженной мистической жилкой То есть он считал, что, вот как Скрябин считал, что он напишет произведение Его исполнят в священном месте, и наступит конец света И начало нового автоматически И, в общем-то, Абухов он считал примерно так же Только играть надо было на звучащем кресте Играет музыка Фактически, это терминвокс с одной антенкой. На терминвоксе играет баронесса, меценатка, которая, в общем-то, активно спонсировала Абухова и активно играла на его инструменте. Он, как мы видим, крестами там записывал еще ноты. То есть, все было очень мистическое такое. Он вообще писал последний завет для звучащего креста и группы инструментов. И, конечно же, с этим крестом тоже связано множество историй мистических, как и с самим Абуховым. По преданию, в центре креста был такой большой бриллиант. И, возможно, из-за этого в 40-е годы крест украли из Парижской оперы. И больше его никто не видел. Ни бриллианта, ни креста. То есть, вообще-то должно было быть в храме. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Вот это, опять же, про продолжение. А здесь сам композитор, кстати говоря, это сам Николай Абухов и есть с таким мистическим выражением лица. Но это очень интересное, конечно, и очень экстравагантное явление, на мой взгляд, вот этот звучащий крест. То есть это одна из самых необычных модификаций терминбокса, которые я встречал, наверное. Слушайте, скажите, а вот как человеку, ну, далекому от физики, форма антенны, она влияет на движение игрока? Точнее, если она будет антенна в другой форме, движение игрока не изменится или нет? Ну, понимаете, здесь даже согласно не только законам физики, но и согласно просто многим моментам психологическим, движение изменится. То есть есть, например, такой американский современный производитель Ахтур Гаррисон, который сделал терминбокс двумя плоскими антеннами, то есть просто в виде двух металлических пластин. И исполнители на них играют, как будто они что-то достают. Или удит, или вот какой-то… И это совсем другое, да, вы понимаете, здесь сразу меняется еще и способ звукоизвлечения, положение руки, ее ощущения, да, целый комплекс. То есть каждый игрок должен построить под свой инструмент. Условно говоря, если вам сейчас дать другой инструмент, вам потребуется… Ну, вы знаете, я, в принципе, придерживаюсь такой неправильной позиции. Дело в том, что у разных терминбоксов разная линейность. То есть у нас между плечом и антенной как бы расположен такой пространственный гриф. То есть вообще есть два способа настройки терминбокса. Первый способ, когда мы растягиваем весь гриф от антенны до плеча, этот способ придумал сам лев терминбоксов. И второй способ придумал его дочь Наталья терминбоксов. Здесь мы настраиваем по ребру ладони. То есть между закрытой позицией и открытой у нас должна оказаться ровно одна октава. Вот примерно одна октава у нас сейчас есть. Это позволяет более точно настроить инструмент. Но опять же у разных терминбоксов разная линейность. То есть расстояние между нотами в разных октавах, да, в пространственном грифе. Соответственно, это как раз в принципе более важная вещь, чем форма антенны для исполнителя, который подходит к новому инструменту. Потому что по большому счету, чтобы ваша мышечная память, она была более стабильной, лучше играть на одной и той же модели терминбокса. Но, честно говоря, сейчас в мире нет концертных моделей терминбокса. То есть вот удивительно то, что все сферы нашей жизни, они в принципе претерпели технические, да, техническая эволюция, да, технологическая. То есть в случае с терминбоксом это некоторая деградация. То есть те терминбоксы, которые сейчас, они хуже, чем те, которые были в 30-е годы. Которые делал в 60-е, 70-е сам лев термен. То есть я пока не встретил ни одного, а я на многих инструментах играл. Я, в принципе, 4 года назад впервые подошел к терминбоксу и стал налаживать взаимоотношения, скажем так. И постепенно они стали налаживаться. И, соответственно, в принципе, я думаю, что сейчас нет адекватного концертного инструмента. Поэтому я играю на самых разных инструментах. Это я к тому, что, в принципе, если меня поставить перед любым терминбоксом, я в любом случае на нем сыграю, потому что я адаптируюсь к инструменту. Но, в принципе, исполнители, которые строго строят свою технику только на линейности конкретного инструмента, то, да, ему придется туго. Прямо скажем. Вот, кстати, говорим про терминбокс. Еще, да. Кроме настройки, здесь этот терминбокс, который сейчас здесь мы видим, это терминбокс американской фирмы Мук. Она производит с 54-го года терминбокса. В общем-то, тогда молодой Роберт Мук и его семья решили, что терминбоксы настолько популярны, что надо их продавать срочно. И не прогадали. В течение нескольких лет они продали несколько десятков тысяч терминбоксов. То есть они наводнили Америку ими. И вот до сих пор они производят эти инструменты. Фактически они доказали, что в условиях сурового капитализма терминбокс необычайно живуч. И здесь у нас есть панель управления. То есть вот эти две ручки, они отвечают за тембр, своего рода фильтры. ручка пича отвечает за настройку пространственного грифа терминбокса. А здесь такая очень интересная ручка вольгом, которая отвечает не за громкость канала, а отвечает за настройку левой антенны. То есть чтобы звук снимался сразу или постепенно. Ну вот если мы говорим о тембральных характеристиках этой модели, то я просто покажу самый мягкий и самый такой резкий. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие две градации конкретно на этом инструменте. Но вообще у разных терминбоксов разные тембральные характеристики в целом. И конечно у тех инструментов, которые делал сам Лев Тормен, если в двух словах у них более объемный акустический живой звук. Парадокс терминбокса, что несмотря на то, что он включается в розетку, еще в усилитель, он остается не электронным музыкальным инструментом, а электромузыкальным инструментом, который фактически по своим параметрам очень акустический сам по себе. Но только он включается в розетку. Вообще было много инструментов в 30-е годы, еще до возникновения электронной музыки, которые обладали похожими свойствами. Но такого живого, как терминбокс, до сих пор нет. Мы сейчас перейдем к истории Америки и терминбокс. Дело в том, что в Америке, как я уже упоминал, решили терминбокс коммерциализировать и активно продавать. Терминбокс в каждый дом решила американская радиокорпорация и заказала термину упрощенную модель терминбокса для всех. Дело в том, что в то время жило такое мнение, что на терминбоксе очень просто играть. Его культивировал сам Лев Сергеевич. И действительно, многие подходили, он их учил, и спустя неделю-две они уже могли наигрывать мелодии. То есть мы не говорим о том, что они за такой срок могли сформировать исполнительскую технику. На это могут идти многие годы на любом инструменте, чтобы найти новое звучание, новый оттенок и так далее. Но с точки зрения того, чтобы просто наиграть мелодию, действительно, многие подходили и наигрывали. Среди них была, например, Александра Степанов, певица. Она окончила Петербургскую консерваторию, эмигрировала в Америку и стала играть на терминбоксе, когда Лев Тормен туда приехал. Она подошла, позанималась и стала демонстрировать его очень активно. Здесь она в момент эфира по радио NBC. И вот терминбокс звучал каждую неделю по американскому радио. Активно рекламировались терминбоксы. Терминбокс – это самый простой инструмент на всей планете. Вот мы видим сейчас брошюру. Как раз РК Виктор Терамин. Это называлось. Дело в том, что фамилия термин, она звучит в оригинале тереме. Это терамин. Она пишется вот, в общем-то, мы видим в правом углу, что она пишется вот терамин, вот так вот. Поэтому на английском языке в целом терминбокс называют именно так. Терамин. И вот абсолютно любой ребенок, старушка, слепой может подойти к терминбоксу и сразу заиграть на нем мелодию. На терминбоксе также просто играть, как ходить, говорить, дышать. Покупайте терминбоксы фирмы, в общем-то, XCA Victor Company. И было продано около 500 терминбоксов. Ожидалось, что будет бум, но его не случилось, потому что, в общем-то, через неделю после торжественного запуска проекта случился финансовый кризис, то есть вот великая депрессия. И людям стали немножко не до терминбоксов, тем более по сегодняшним меркам это было где-то 2,5 тысячи долларов, наверное. То есть, в принципе, не совсем бюджетный инструмент. Не каждая американская домохозяйка могла себе позволить. Зато его смог себе позволить Чахли Чаплин, например, который приобрел и даже пробовал играть, но насколько далеко он зашел, неизвестно. Может быть, когда-нибудь обнаружатся секретные записи игры Чахли Чаплина на терминбоксе. В то же время эти терминбоксы, они были очень сильно упрощенные, чтобы они были удешевлены. И Лев Термен очень боялся выпускать их, он их не хотел. Но это сулило очень большие заработки. А заработками он исправно делился с командировавшей его стороной. Поэтому принимать выгодные коммерческие предложения или нет решали, в общем-то, в Советском Союзе скорее. Поэтому он согласился, но поставил маленькое важное условие. Вы покупаете этот терминбокс, но не имеете права играть на нем публично. То есть исключительно для домашнего музицирования. Надо сказать, что в Америке было очень развито домашнее музицирование, в то время, по крайней мере. И вот, в принципе, это был хороший рынок, но многие стали нарушать злостно. Например, был такой владелец бара, который играл, в общем-то, у себя в баре. Формально он находился в своем частном владении. И он играл для посетителей на терминбоксе с вахтопиано. Были многие пасторы претестантских церквей. Это, на мой взгляд, очень необычно. То есть пасторы претестантских церквей покупали терминбоксы и играли у себя своим приходом. На терминбоксе вы могли увидеть в 30-е, 40-е, 50-е очень частое объявление, что пастор в такой-то церкви приглашает вас в церковь послушать терминбокс. Такие религиозные песни. Это, кстати, особенно трогательно, если учесть, что термен – это, в принципе, семья претестантских пасторов. Там даже был такой термен, который написал книжку по ораторскому искусству среди пасторов. Она была очень популярной. То есть они уже знали эту фамилию, поэтому, может быть, так и произошло. Тем временем Лев Термен активно просил академических музыкантов учитесь играть на терминбоксе. Потому что я демонстрирую, я показываю, как. Но я не профессиональный исполнитель, я изобретатель. А вы должны разработать технику, потому что инструмент есть, а техника игры нет. И вот одним из первых стал русский пианист-вихтуоз Миша Тулин, который стал разрабатывать свою технику игры на терминбоксе и, в общем-то, стал солистом бостонского симфонического оркестра, активно выступая по территории Америки. В то же время Лев Термен создавал и другие электромузыкальные инструменты. Здесь мы видим электрио, электрическое трио Льва Термена. То есть терминбокс с такой оригинальной антенной, кстати, проформу антенн в виде молнии, а посередине термен вилончель. Это такая вилончель, у которой как бы есть одна струна, и ты ее нет. То есть у нас есть своеобразная сенсорная поверхность. Мы меняем положение по грифу и меняется нота. Рычаг в правой руке управляет громкостью. И справа самый загадочный инструмент, клавишный инструмент термена, который можно считать первым в истории полифоническим пахтативным клавишным синтезатором. Возможно, по этой причине в Америке утверждают, что он не сохранился. А в России Лев Термен уже не восстанавливал этот инструмент. Позади каждого инструмента оригинальной формы динамик. Надо сказать, что динамики Лева Термена и его усилители позволяли ему выступать уже в начале 30-х на американских стадионах. То есть известно, что он выступал на крупнейшем стадионе Левенсена симфоническим оркестром. И терменвокс было хорошо слышно. То есть в России тем временем завидовали. Потому что в Советском Союзе активно разрабатывали электромузыкальные инструменты. В частности, писали, что вот, по-моему, в технике молодежи в 30-е годы, и вот они писали, что вот Лев Термен выступает со стаковским с оркестрами в Америке. Надо и нам сделать что-нибудь такое, что прозвучало бы на весь зеленый театр. Вот они считали, что зеленый театр это оптимальная площадка для электромузыкальных инструментов. Здесь мы видим уже целый симфонический оркестр термена. Это термен виолончели, термен клавиатура и гармониум термена, где каждой клавишей соответствует небольшой динамик. И, конечно же, оркестр терменвоксов. В общем-то, все эти проекты, они дебютировали в американском Кагнеге-Холле. В общем-то, ну, грубо говоря, я тоже как наша московская консерватория. Соответственно, здесь 10 терменвоксистов исполнили программу классической музыки. Ну вот, разыгрывался грант среди воспитанников Джульяровской школы на обучение у термена. Но самый талантливый, ну, я не знаю насчет самой, конечно, талантливый, но одной из талантливейших его учениц стала Клара Рокмар. Она вообще с детства заявляла о себе очень ярко. В 4 года она поступила в Петербургскую консерваторию. Неофициально. В 5 лет ее приняли официально. Но в 16 лет она переграла себе руку. То есть она перенапрягла руку и, в общем-то, она больше не могла играть на скрипке. Вы понимаете, да, что это для человека, которому 16 лет и, в общем-то, 11, даже 12 лет своей жизни она посвятила скрипке. Это больше, чем что-либо. И вот терминвокс стал для нее музыкальным спасением. Она не думала, что у нее получится. Она 4 года разрабатывала технику, и вот даже 5 лет. И вот спустя 5 лет она дебютировала и стала единственным за всю историю терминвокса виртуозом этого инструмента. Вот мы сейчас послушаем выступление Клара Рокмар. Запись уже сделана в 70-е годы. Специально для нее Лев Термен сделал один из лучших ныне существующих терминвоксов. Он находится у единственной ученицы Клары, Далит Вахшау, профессора Бостонской консерватории. Здесь аккомпанирует... Это такая домашняя запись. Ее сестра Надя Рейзенберг. Клара 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 Рейзенберг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Все-таки… Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Вот мы сейчас услышим, как это было на самом деле. У Джимми тренировок с одной антенной, которую сейчас принято называть LED-терабен или ZEP-терабен. Ну, в принципе, это часть большого 20-минутного сова Джимми Пэнджи на Тривенбоксе. В общем, и так далее. На самом деле, примерно в этом же качестве можно услышать сейчас Тривенбокс на выступлениях Стинга, Жанна Мишеля Жара, в России это группа Сплин, Эдмунд Шклярский и так далее, и так далее. Есть большое количество коллективов, которые приняли эстафету от Джимми Пэнджа и используют Тривенбокс скорее как такой специфический шумовой экспрессивный инструмент. Пожалуй, самое необычное прочтение Тривенбокса в Японии. Ну вот я думаю, что перед этим мы сейчас посмотрим два современных видео. Первое видео это Павелия Кёрстен, австрийская исполнительница, которая, дело в том, что она бас-гитаристка, и подойдя Тривенбокса, она решила отчебник контрабаса, в конце концов. Дело в том, что в принципе диабазон звуковой Тривенбокса очень велик, то есть он покрывает все, что может услышать человеческое ухо. И вот поэтому у нее получилось сделать из Тривенбокса контрабас. Она левша, соответственно, левша очень легко адаптирует для себя Тривенбокс, просто переворачивает. Тривенбокс, просто переворачивает. Тривенбокс, просто переводятся. Да, да, да. Торция баса. Видим, что она испортит очень интересную технику левого руки, от Matthew she поставит струну, потом hoffe. Играет музыка 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кстати говоря, вот этой осенью в Россию приезжают масами-такиучи, с несколькими учениками, на самом деле-такиучи, это тот, кто придумал эту матрешку, матрюмин, и популяризировал ее. Сейчас в мире много тысяч матрюминистов вообще существует на данный момент. А вот сейчас мы посмотрим, на мой взгляд, на самое удачное использование Торминвокса в современной популярной музыке. Это замечательный шведский коллектив «Детектив Бюрон», который, к сожалению, сейчас вроде бы уже распался, но я читал, что, может быть, они воссоединятся. Такая музыка в стиле Яна Тихсона. Вот у нас, кстати, дискуссии каждый раз, кто же написал музыку. Ян Тихсон или просто они работают в одном ключе. Тем не менее, мне кажется, что эта запись, она удивительным образом доказывает, что для игры на Торминвоксе, для того, чтобы человек реализовал то, что он хочет, не всегда нужна какая-то особая такая пальцевая техника. Здесь фактически нет таковой техники, но… Но получается же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА